Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета Рабочих Корреспондентов. Тема занятия «Роль партии рабочего класса в прогрессивных преобразованиях общества». Читает лекцию первый секретарь ЦК РКРП Степан Сергеевич Малинцов. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Начну свое выступление с небольших таких воспоминаний. В 2011 году мне довелось быть на 16-м Конгрессе Всемирной Федерации Профсоюзов. Это семья классовых профсоюзов. Конгресс состоялся несколько дней. Выступали лидеры и выступали делегаты. Присутствовало 800 с лишним человек из 104 стран. И вот, слушая в течение нескольких дней выступления, я сам для себя отметил, что многие товарищи, выступая, представители африканских стран, они говорили о том, что готовы перейти непосредственно от экономической борьбы к политической, к захвату власти, но нет той силы, которая бы могла руководить этой борьбой. В их странах нет той силы. И они предлагали руководству ВФП возглавить эту борьбу. То есть, по сути дела, предлагали руководству профсоюзов возглавить борьбу за социалистические преобразования в данной стране. Понятно, что их желание не могло быть осуществлено. Профсоюзы не могут и не призваны руководить. Это не та форма организации, которая способна руководить борьбой класса на социалистическую революцию. Потребность есть. Может быть, даже условия созрели. Но внутри страны не сложился субъективный фактор. Нет той партии, которая бы могла повести. И движение буксует. Вот это роль. Сегодня я разговаривал с товарищем из классовых профсоюзов. Вот что интересно. Они занимаются организацией борьбы экономической много лет. Ты говоришь, знаешь, у нас возникло движение такое, снизу потребность, создать какую-то политическую партию. Потому что профсоюз не выражает всех необходимых наших устремлений. Я спросил, а сколько человек, какого возраста, разных возрастов. Примерно по численности процентов 10 от профсоюза. От классового профсоюза. И в ближайшее время такая встреча будет проведена. И переговоры. Пока они рассчитываются как политическое движение. Не как политическая партия, конечно. Как некое политическое движение. Но потребность в рабочем классе, в политической борьбе и к политической партии есть. Теперь перейдем к раскрытию заявленной темы. Что такое мы называем прогрессивные изменения, преобразование общества. Под этим термином мы будем понимать революционные преобразования. Переход от капитализма к социализму. Освобождение наемного труда от эксплуатации. Вот это называется прогрессивным. Либо побочный продукт этого движения к революционным преобразованиям. Побочный продукт борьбы за прогрессивные преобразования. Это не значит, что любое экономическое улучшение является прогрессивным. Владимир Ильич Ленин говорил о том, что не всякое экономическое улучшение мы можем поддержать. Если оно затрудняет, достигнуто таким путем, что затрудняет последующую борьбу. Как отказ от борьбы. То есть тебе дают что-то улучшить, а ты отказываешься от борьбы. То такое улучшение мы не можем поддержать. Потому что главное это борьба, это направленность на революционное преобразование. Поэтому как побочный продукт это положительно. Если нет, а наоборот в ущерб. В дальнейшей борьбе это реакционно. Наивысших достижений в прогрессивных преобразованиях общества добилась страна Советов. Потрудняющиеся боролись под руководством Ленинской партии. Поэтому если мы будем говорить, какая партия рабочего класса способна осуществлять революционные преобразования прогрессивные, то надо обратиться к опыту построения Ленинской партии. Именно такая партия, как показала практика, способна руководить борьбой рабочего класса. Поэтому остановимся на истории появления и принципах ее построения более подробно. В 1870-м, 1890-х годах стали зарождаться кружки в России. Марксистские кружки по изучению марксизма. В то же время параллельно развивалось рабочее движение, забастовочное, экономическое. Шла идеологическая борьба между марксизмом и народничеством. Это известное. Где-то в 90-х годах на историческую арену выходит Владимир Ильич Ленин. Здесь, в Петрограде, он ведет кружок. И под его началом происходит объединение вот этих кружков в союз. Союз кружков. И здесь он ставит задачу, Владимир Ильич Ленин, о переходе от пропаганды среди самых сознательных рабочих к широкой агитации рабочих глаз. Так это звучит. При этом на наших площадях, например, сейчас тоже занимаются кружки марксистские. Они спонтанно возникли несколько лет назад по всей стране. Их большое количество разных направлений. Они уже начинают делиться. Вот если сопоставить исторически вот эти кружки с теми, в чем отличие? Итак, те кружки, они непосредственно занимались с рабочими. То есть интеллигенты доносили до рабочих науку марксизм. Изучали вместе с ними. Они старались помогать рабочим вести экономическую борьбу. Имели непосредственную связь. Помогали им составлять листовки, которые обличали порядки на предприятиях. Современные кружки не заняты непосредственно обучением рабочих. Они собираются как кружок по интересам. Никаких листовок, облегчающих порядки, помогающих облегчить составление таких листовок, они не ведут. Мы встречались с одним из организаторов этих кружков. Такой товарищ Ярский. Лишки системы Вектор. И он говорил о том, что их основная задача сейчас это просто самопроизводство. Самовоспроизводство расширенное. Подготовка людей, которые способны создавать такие кружки и вести. Находить там следующих, которые тоже будут создавать кружки. Ну как сетевая структура такая. Пирамида. А дальше что на выходе? А на выходе они собираются, когда наберут достаточно мощностей, как он говорит, ну создать, видимо, партию. А где связь с рабочим классом? Он говорит, ну пока у нас нет связи с рабочим классом, но вот мы подумали, что нам нужно создать отдел, который будет работать с профсоюзами. Не непосредственно мы будем, а через буферную структуру. Мы найдем буферную структуру, которая будет заниматься этим. Помогать рабочему классу организовываться на экономическую борьбу. Он назвал даже буферную структуру. Группа факел такая, которая, так сказать, потенциально рассматривается ими, как выполняющие, призванные выполнить эти функции. Поэтому вот эти кружки, они отличаются от тех, что были в те времена. И я считаю, что, в принципе, через какое-то время они исчезнут, ничего не дав. Тем более непонятно, мы спрашивали, а почему тебя вот эти партии не устраивают? В чем недостаток, как вы видите? Пык-мык, пык-мык. Ничего конкретного не сказал, кроме того, что мы молодые, а вы старые. Вы ничего не добились, а мы вот добьемся сейчас чего-то. Ничего конкретного в идеологии, вроде никаких претензий или отличий он не мог сформулировать в особых. То есть возникла задача широкой политической агитации. Кружки с этим справиться не могли. Тем более руководить борьбой рабочих масс. Требовалась организация, крепкая организация. Требовалась создать партию. И Владимир Ильич Ленин предложил в своих работах, чего начальничество делать, план построения этой организации. Прежде всего, это постановка общерусской политической газеты. Задача газеты. Она, во-первых, не только агитатор и пропагандист коллективный, но и организатор. Понятно, что вокруг газеты складываются определенные связи. Ее надо, во-первых, издать, насытить материалом, получить информацию с мест. Потом надо ее напечатать, потом доставить по адресам, распространить. Это нужны люди, это реальная работа. Вокруг этой газеты, вокруг этой реальной работы складываются человеческие отношения, связи возникают. Вот это вот готовая, в принципе, организация, которую можно уже поднять до уровня партии. С этого надо было начинать. Сейчас есть такие средства, как интернет информационный. Могут ли они заменить газету? Все время в партии у нас поднимается дискуссия, потому что часть товарищей говорят, что газета затратна, это бумага, это типография, стоять раздавать, а здесь в интернете вроде все быстро. Ничего почти не стоит, написал, разместил, распространять не надо, там покликал, может быть, мышкой где-то куда-то, разместил в сетях и все. Работа сделана. В свое время, лет, наверное, 15 назад, мы пробовали собрать сторонников нашей партии, вот здесь, на этих площадях, которые в интернете ставили клики и писали, что я сторонник РКРП. Таких было 10 тысяч человек. Сюда в зал пришло, наверное, человек 8 с 10 тысяч. А те, кто потом остался и хоть как-то помогал, хоть как-то взаимодействовал, было 2 человека. Причем один отвалился сразу почти. Ну, с одним более-менее журналистом поддерживали какой-то контакт, какая-то польза была. То есть выход с этих интернет, так сказать, товарищей, которые поддерживают в сети виртуально, очень низкий. Те, которые работают на газете на реальном деле, они надежные люди, которые вовлекаются в работу и реально показывают, ну, в своей практической деятельности. А виртуальная, она не позволяет нарастить такие мощности и проводить какие-то акции, мероприятия, опираясь на виртуальных сторонников, очень сложно и ненадежно. Поэтому здесь партия ответила, что газета сохраняет по-прежнему свою актуальность, так как коллективный организатор, пропагандист и прочее. Но интернет, конечно, никто не оспаривает. Как вспомогательная функция газете надо использовать, безусловно, и сети, и все вот эти, так сказать, возможности, которые представляются. Здесь противопоказаний нет. Нет. Газета должна быть центральной органом. А какая взаимосвязь с местными газетами? Владимир Ильич Ленин и здесь ответил, что наличие местной газеты – либо роскошь, либо расточительство. Если не хватает сил на содержание общей центральной газеты, то местные газеты не надо содержать. Надо, наоборот, переключать все ресурсы на центральную. Ну, а если, так сказать, организация мощная, конечно, местные газеты, они дополняют центральную. И это говорит, это признак тогда крепкой организации уже в данном случае. Какие принципы построения пролетарской партии должны быть? В этом Владимир Ильич тоже уделил особое внимание. Многие говорят, что партия рабочего класса, авангард – часть рабочего класса. Ленин говорил здесь, что не только рабочего класса, а политическая партия должна быть авангардом всех революционных сил. То есть это немножко шире. Партия должна работать не только с рабочим классом, но и найти во все слои. Потому что рабочему классу в одиночку социалистическую революцию не совершить и власть не удержать. Но требуется помощь. Поэтому партия есть авангард не только рабочего класса, но и всех революционных сил. Партия призвана руководить всеми формами классовой борьбы. Экономическая борьба. Экономическая борьба рабочий класс может вести без партии. Это профсоюзная форма борьбы, как говорил Владимир Ильич Ленин. На этой стадии, стадии экономической борьбы, рабочий класс сам может выработать только третийонистское сознание и проводить третийонистскую политику. То есть это отдельные схватки с местным хозяином, но не за свержение эксплуататорского строя, а за выгодную продажу рабочей силы. Это буржуазная политика в рабочем движении. Третьийонистская политика, она буржуазная политика. Задача как раз социал-демократов тогда, но коммунистов, внести вот этот сознательный компонент социалистический, соединить социалист с рабочим движением. Для этого партия должна проводить теоретическую борьбу. Это ведет партия. Теоретическую борьбу. Не класс, а партия авангард. Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. Слава Владимира Ильича Ленина. Ну и политическая борьба. Это завоевание политической власти, установление диктатуры пролетариата для проведения социалистических преобразований. Это формы борьбы, которыми руководит политическая партия. Организационное строение партии тоже очень важно. В условиях царизма, когда деятельность была нелегальной, она могла строиться только на принципах централизма. Владимир Ленин это объяснял, почему так. В принципе, где, когда и позволяют условия. На принципах демократического централизма. Окончательно оформилась партия в партию на втором съезде. Была разработана программа, которую писали Ленин, Плеханов. И по программе особых разногласий не было. Была небольшая дискуссия вокруг положения диктатуры пролетариата. Была дискуссия небольшая по крестьянскому вопросу. Поскольку Ленин включал программы «Крестьянский вопрос». Не только рабочие. И была дискуссия по праву нации на самоопределение. Но в целом большинство голосов было за Ленина. А вот по уставу, как раз по организационному строению, возникла дискуссия и возникли разногласия. Речь шла о том, кто может быть членом партии. Ленин говорил, что членом партии может быть только тот, кто. Он не только разделяет программу и поддерживает партию материальную, но и работает в одной из организаций. А мартовская формулировка «под контролем одной из организаций». То есть Мартов предполагал, что не обязательно человеку состоять на учете в какой-то организации, быть подконтрольным, подотчетным этой организации. Человек сам сказал, что он является членом этой партии. Этого достаточно. Это размывало партию. Не было никакой дисциплины в выполнении решений. Человек назвал. Сегодня он одно сказал, завтра другое. Нет обязательности выполнения. Нет подчинения нежестоящим организациям, высшестоящим и прочее. При такой строении. Вот здесь была очень большая дискуссия и, к сожалению, на втором съезде победил Мартов. Мартовская формулировка, поскольку часть искровцев раскололась на твердых-нетвердых и объединившись с остальными протонистическими элементами, которые получили название меньшевиков, они, значит, протащили вот эту мартовскую формулировку. Но после ухода Бунда, как мы знаем, выборы в ЦК и в Центральный орган победила Ленинская линия. Ну и выводы из всего этого. Какие можно сделать? Какая должна быть партия рабочего класса? Ну, партия должна быть спаяна не только общей идеологией, но и общей дисциплиной. Обязательной для всех. В том числе и, как говорил Ленин, для людей вверх. Но иметь неразрывную связь с рабочей массой. Соединять социализм с рабочим движением. В настоящее время во многих европейских странах, в том числе и в России, существует коммунистическая многопартийность. Ну, вот как можно определить, судя по названию, все коммунистические, а какая на самом деле соответствует ленинским принципам построения? Мы знаем, что одним из признаков партии, любой коммунистической, является теоретическая борьба, которую ведет данная партия. Вот сейчас всех, наверное, в мире, международные коммунистические партии волнует вопрос об отношении их партии к тем событиям, которые происходят на Украине. Поскольку они всколыхнули весь мир, наверное, да? Можно так сказать. Весь мир. Вовлечен так или иначе в эти события. В том числе и наша партия определяла свои отношения. Не так давно, 10 дней назад, у нас состоялся пленум, где одним из основных вопросов, который дискутировался целый день, как раз было об отношении партии к событиям на Украине. В этом вопросе был пленум и представлен полицовет Центрального комитета. Назывался он так. Об отношении РКРП к военным действиям Российской Федерации и выраженных сил Донбасса на Украине. Но прежде всего, война среди республик СССР, бывших союзных республик СССР, есть следствие капитализма, который становился на нашей земле. То есть это понятно, и здесь мало кто спорит и кто оспаривает это. Кроме, наверное, Путина, который считает, что виноват во всем Владимир Ильичи. И Ленин, который заложил бомбу, которая сейчас у него взорвалась. Называет Украину республикой имени Владимира Ильича Ленина. Наверное, не только Украина, а весь Советский Союз можно назвать имени Владимира Ильича Ленина. Но пока был социализм, не было, так сказать, межнациональных таких войн. Причина, понятно, что основная причина в том, что нации из социалистических стали капиталистическими, буржуазными нациями. Это основной посыл, с которого начинается доклад Полицовета. Дальше, для того, чтобы понять происходящие события в мире, надо обратиться к ленинской теории империализма. И определить место России в современном империалистическом лагере. Кратко напомню. Слободная конкуренция порождает монополию. Основные пункты ленинской теории империализма. Слободная конкуренция порождает монополию. То есть идет концентрация производства. Возникает монополия. Слабые производства погибают. Крупные объединяют слабые. Вырастают очень крупные. То же самое идет с банками. Банковское дело. Банки укропняются. И приобретают уже роль не просто посредника между капиталистами и промышленными. А уже начинают контролировать и производственный процесс путем дачи кредита. Или наоборот сужения кредита. Дальше идет слияние банковского капитала с промышленным. Возникает финансовая олигархия. Следующий этап – это получение прибыли не за счет продажи, вывоза товаров, а за счет вывоза капитала. То есть идет вывоз капитала, который позволяет разворачивать капиталистическое производство в зависимых каких-то странах, более благоприятных для получения прибыли. И капиталист получает в несколько раз больше прибыли, чем если бы он просто тогда завозил товары. То есть он заинтересован. Дальше оказывается, что весь мир уже поделен. Сферы влияния поделены. Капитал вывозить особо некуда. И начинается передел этого мира. Передел мира с помощью вооруженных действий, с помощью военных. Это кратко. На данном этапе мы прошли уже Первую мировую войну, которая была направлена на передел мира. Сейчас, возможно, многие говорят, подходим к Третьей. Какое место занимает Россия в империалистических государствах на данном этапе? Товарищи из рабочей партии России говорят, что империализма, или, скажем так, круг настоящих банков, которые способны составить серьезную конкуренцию западным монополиям, в России нет. То есть оно слабое государство. Но если мы посмотрим на цифры, то, в принципе, не совсем так. Россия по промышленному производству находится на шестом месте в мире. Слабая страна не может находиться на шестом месте в мире по промышленному производству. Она, конечно, значительно уступает Соединенным Штатам Америки. По объему промышленного производства где-то в три раза. По объему ВВП, валово-внутренний продукт, это не только промышленное производство, они считают еще товары и услуги, созданные в десять раз. Уступает также и странам ЕС, всеми вместе взятым. В то же время Россия опережает по объему промышленного производства такие страны, как Германия, Франция, Англия. Поэтому налицо несоответствие объему промышленного производства тому месту, которое оно занимает в возможности грабить остальной мир. Ну, среди России. У нас количество долларовых миллиардеров достаточно много. По последним данным, Россия находится на пятом месте. И всего их 117 человек. Товарищи из рабочей партии России как-то карикатурно их описывают. Это люди, которые не могут вывезти капитал, они его выводят для того, чтобы купить яхту, себе еще как-то потратить. Потому что у них не хватает, видимо, мозгов, что надо вывезти капитал и устроить производство, и получать прибыль. В том числе и с других стран. Но это не так. Мы, упираясь на ленинскую теорию империализма, понимаем, что мир уже поделен, сферы влияния поделены. Куда им вывозить? Кто их там ждет с их капиталом? Надо договариваться. Договариваться на каких условиях? Одно дело, когда эта страна находится в каких-то отношениях, зависимых от капиталиста российского, это одно. Когда нет, никаких протекций там ему не дают, наоборот, могут осложнить покупку заводов, фабрик и прочих, или деятельность банков. Есть много экономических способов не допускать конкурентов. Поэтому здесь российские миллиардеры заинтересованы, конечно, в переделе сферы влияния, в том, чтобы они могли свободно вывозить капиталы. Дело дошло до того, что Российская Федерация, как совокупный капиталист, распределена, вывезла капитал, назвав его фондом будущих поколений, фондом благосостояния, разместила под крайне низкий процент. То есть финансовый капитал, вот она вывезла, банковский, распределила, в США и в прочих странах. Процент очень низкий. И более того, сейчас он весь, так сказать, попал под санкции, и распоряжаться им Российская Федерация, совокупный капиталист, уже и не может даже. Поэтому вот в таком состоянии находятся российские олигархи. И они пытаются изменить эту ситуацию. Соединенные Штаты Америки, напротив, у страны ЕС, не заинтересованы в росте экономических возможностей России, в их притязаниях, и пытаются всячески этому помешать и ограничить, что их интересует. В том числе и вооруженным путем. Расширяя блок НАТО, все время нависая, угрожая, заставляя Российскую Федерацию, совокупного капиталиста, тратиться на оборону, на оружие, все время держава в напряжении. В случае чего, можно и подавить, и вооруженным путем. Такая угроза всегда есть. Тем более, мы видели, как в истории это случилось с другими странами, с Ираком, с Ливией, когда неугодные режимы сметались силой оружия. С Российской Федерацией это сделать сложнее, потому что у нас есть ядерное оружие, доставшееся еще от Советского Союза. Есть носители, которые способны доносить ядерное оружие. Поэтому здесь все сложнее и пытаются задушить не только силы оружия, но и экономическими санкциями обкладывая, и вводя различные затрудняющие развития экономические. Пока Россия не вышла на передовые рубежи, по своим объемам, по своим мощностям, они пытаются не допустить этого. Имеется в виду Соединенные Штаты Америки и их партнеры, страны ЕС. Это то место, где занимает Россия. И причины, которые могут послужить различным развитием различных конфликтов. Что из себя представляет сейчас Украина? Мы считаем, что на Украине в 2014 году установился фашистский режим. То есть фашизм стал формой государственной политики. Если до этого можно было говорить о том, что есть элементы фашизма, нацизма в идеологии, то в 2014 году он пришел к власти. В чем это проявляется? Это проявляется в подавлении абсолютно всего, что противоречит господствующей идеологии, насаждении в украинских, в украинском языке, героизации бандеры. Все, что связано так или иначе с советским прошлом, все это уничтожается. в том числе вводятся даже и соответствующие законы. То есть не только террористические вот эти у нас батальоны, которые расправляются со своими оппонентами, но и всего всего государство уже начинает помогать вот этому направлению политическому, идеологическому. Что, значит, это вызвало? Ответную реакцию со стороны русскоговорящих и те, кто себя называет русскими, поскольку их угнетали, вызвало соответствующую реакцию. С их стороны и против фашизма, и против нацизма, который шел с западной Украины и с центральных областей, возникло восстание, неприятия, желание отделиться и соединиться с Российской Федерацией. Это в 2014 году. Поскольку Крым был нужен российским властям, они согласились с такой постановкой вопроса на местах и помогли осуществить Крыму и Севастополю, провести референдум и войти в состав России. Признали. На Нонбассе товарищи, которые проводили референдум в тех же годах и хотели воссоединиться с Россией, видимо, опасаясь каких-то ответных санкций более серьезных, чем за присоединение Крыма, договорившись со своими партнерами, режим Путина на это не пошел. Не стал признавать республики их независимости в состав России. Но, тем не менее, он оказал им помощь вооруженную до известных пределов. Можно было не допустить кровопролития в 2014 году, если бы российские войска вошли на территорию Донбасса. Тогда украинская армия не была настолько хорошо вооружена и настолько хорошо мотивирована, как сейчас. Поэтому кровопролития можно было избежать на тот момент. Это на мой взгляд. однако это сделано не было. Забладали другие интересы. Запустили по Минскому пути в состав Украины начал Путин и его окружение заталкивать эти республики с определенными автономными правами. Возник мы знаем конфликт вооруженный. Часть территории была оккупирована Украиной. Если мы признаем право народа Донбасса на самоопределение, то была оккупирована часть территории и ввелись постоянно обстоятельств. Чему бы это привело? Понятно, что это бесконечно продолжаться не может. Мы полагаем, что это привело бы в конечном итоге к захвату окончательному этих областей, к врезанию подавления накомысля, как они это делают. И как мы видим, как мы видели в Одессе, все, кто сопротивляется, все, кто имеет другую точку зрения, как жестоко подавляется для устрашения всех, чтобы не допустить даже самые мысли. Поэтому за это время, 2014 по 2022 год, можно говорить о том, что Ахметовы, Коломойские при покровительстве своих западных партнеров опустили украинскую нацию до состояния фашизма, нацизма. Все, что было самое лучшее, здоровое, либо уничтожено, либо настолько разобщено и задавлено, что поднять свой голос и как-то проявить себя в таких условиях они не могут. в таком забитом состоянии находится украинский народ. Это на данный момент. Это наши оценки. почему Украина ввела войска? Во-первых, как мы говорили, она пытается защитить себя от возможного вооруженного вторжения со стороны НАТО, которые будут размещать военные базы. со стороны Украины, которая наушкивается Западом, потому что ему очень выгодно напичкивать Украину и воевать с Россией ее руками. К сожалению, им удалось это сделать. И бывшие братские народы встали на путь вооруженных действий друг против друга. И в настоящий момент вот эта операция, которая идет на Украине на взгляд нашей партии имеет положительную составляющую, что она защищая свои интересы российский империализм, защищая себя, вынужден подавлять фашизм на Украине. Он это делает. Наши оппоненты приводят следующие аргументы, что истинная цель российских войск это захватить территорию Украины. Присвоить себе получить, может быть, контрибуции какие-то. Но, по крайней мере, то, что происходит сейчас и то, что заявлено геноцификация, нейтральный статус, оно пока выполняется, и мы не видим признаков того, что российские войска хотят захватить, оккупировать территорию Украины. Ну, так, если представить, Украина ведь огромная страна, и оккупировать ее войсками это достаточно сложная задача. И решить, вообще говоря, освободить народ Украины от фашистского диктата, можно только, если сам народ Украины будет способствовать и помогать российским войскам. Пока, честно говоря, не очень получается. Те надежды на блеск-рик, которые в начале командования, в начале операции командования ставило, они провалились, как мы видим. Если бы Путин обращал внимание больше на антифашистские какие-то силы и финансировал их, а не пророссийски настроенных буржуазных элементов, которые деньги брали, обещали, но как дело дошло до дела, они все разбежались и не поддержали. То есть деньги были затрачены в пустую. И только они ему дали ложную информацию. Поэтому здесь он ошибся очень здорово в просчетах. и оказалось, что за эти восемь лет украинские трудящиеся настолько забиты, что они не верят уже ни Путину, который обманул их на ожидание в 2014 году, просто не верят. Да и просто не организованы, а лучше выбиты все. поэтому здесь в этом сложность состоит. Как выйти, как победить. Если не будет поддержки самого народа, то война может быть очень затяжной и длительной. Один из товарищей, который давно занимается профсоюзом, сказал, что он против любой войны. Потому что война приводит к нарушению трудовых прав, к ухудшению положения трудящихся. Но против любой войны, значит, она против классовой войны получается. Потому что классовая война, когда переходит в реализационную фазу, в фазу вооруженного восстания, гражданская война, она тоже приводит к ухудшению положения и нарушению трудовых прав. Получается, что этот товарищ наверное против экономических кризисов. Экономический кризис приводит к нарушению трудовых прав. Но говоря, что он против нарушения трудовых прав, он в то же время выступает, чтобы эти кризисы все время были. Потому что их можно избежать, только изменив общественную формацию, совершив социалистическую революцию. Только в этом случае можно устранить в будущем перспективе вот эти кризисы. Поэтому это необходимые условия. Мы знаем, что войны бывают справедливые, бывают несправедливые. И марксисты не против войны абстрактной, они против несправедливой войны, захватнической. Товарищи, которые выступают сейчас против войны, они апеллируют к Ленину к 1914 году. И говорят, что вот тогда Ленин правильно сказал, раз империалистическая стадия, война империалистическая, участвуют империалистические государства, значит, надо выставить лозунг поражения своего правительства в данной войне. И говорят, что настоящие коммунисты и интернационалисты должны этот лозунг выявить. Давайте разберем подробнее вот этот аргумент. В 1914 году, во-первых, Владимир Ленин объяснил, когда выдвигается этот лозунг, три должно быть признаки. Во-первых, нужно доказать, что война нереакционна, нереакционна. Дальше, что революция в связи с ней возможна, либо невозможна, когда выдвигается такой лозунг. и что невозможно соответствие и содействие друг к другу, либо возможно соответствие и содействие друг к другу в миссионном движении революции воюющих странах. Три признака. Реакционна эта война или нет? Со стороны народа Донбасса реакционна, которая освобождает свою территорию, которая выступает против нацизма и против постоянных многолетних обстрелов. Можно ли говорить о реакционности страны ДНР и ЛДНР? Наверное, нет, нельзя. Некоторые говорят, что вы посмотрите, что из себя представляют эти народные республики. Это марионетки, это такие же, так сказать, если можно было говорить на начальном этапе в 2014 году, когда там действительно были народные представители, командиры, то сейчас и уничтожены, и это стало марионеткой империалистической России, что это то же самое, что Россия империалистическая, а то и хуже. Но хочется задать вопрос, а вот способны ли были без помощи империалистической России шахтеры и трактористы Донбасса противостоять вооруженным силам Украины без помощи России одни сами по себе? Наверное, нет, а империалистическая Россия, когда помогает народу Донбасса, она что, туда социализм несет? Нет. А какой там мог быть строй при данных условиях? Такой, какой есть сейчас. Он буржуазный, но, по крайней мере, он не фашистский. Он антифашистский, они ведут антифашистскую борьбу. Он не может быть фашистским. Там в условиях военного времени, конечно, ограничены политические права и партия, но наши товарищи, они спокойно с красным флагом приходят в дни, в определенные дни к памятнику возлагают святых, никто не трогает, не бьет, и георгиевские ленты они носят. То же самое сделать на Украине сейчас крайне затруднительно, непонятно каждый раз, чем это закончится. Если ты выйдешь с красным флагом в Киеве, не дай бог во Львове идут, сейчас смелишься, что там будет, тоже непонятно. Поэтому здесь не совсем они правы. Труднящиеся Донбасса ведут освободительную борьбу. Украина, ее война с их стороны реакционно, можно сказать, можно. она ведет агрессивную захватническую политику, пытается подчинить с фашистским режимом. Со стороны Российской Федерации, когда она помогает народу Донбасса, реакционно или положительно? Если реакционно, то почему? Реакционно, значит, она должна подавить население Украины. Но по тому, как ведется боевые действия, мы видим, что наоборот, она освобождает от фашизма, помогает продовольствием и старается избежать жертв. А вот как раз со стороны Украины наоборот, использовать живые щиты хуже, наверное, чем нацисты фашистской Германии обращаются с населением. Поэтому здесь война реакционная со всех сторон назвать нельзя. То есть не подходит это определение. Второе, возможно ли революция в связи с этим? Когда Ленин выдвигал этот тезис, уже была первая русская революция, это во-первых. Во-вторых, шел в 1916 году рост статичного движения. Сейчас в России мы наблюдаем рост статичного движения. Есть ли у нас опыт революционных преобразований? Можем мы сейчас говорить, что вот это поражение ведет к победе рабочего класса, который готов? Нет. Дальше Владимир Ленин говорил, что возможно ли одновременно победить во всех странах? Он сказал, что самое слабое место на тот момент было Россия. Поэтому непосредственно социалистическая революция там была невозможна. Там было возможно гружевизно-демократические преобразования революционные проводить. Именно на это был расчет Владимира Ленина. Это было возможно. На Украине возможно сейчас социалистическая революция при поражении? Кто будет делать социалистическую революцию, когда там все задавлено, все на Донбассе то же самое? К чему приведет, если мы будем отрабатывать лозунг поражения своего правительства? И предположим, Россия проиграет. Наверное, это приведет к тому, что к власти придут те элементы, которые свои интересы связывают с капиталом западных стран. Как мы только что говорили, западные страны заинтересованы расслаблением России. Максимально ее ослабить можно только разделив на части. Ну, максимально ослабить. Ну, будет разделение на части, допустим, России. Это что, выгодно народу России? Нет. Поэтому такой исход он возможен. с точки зрения международного рабочего движения это реакционное действие. Поэтому это ложнг поражения своего правительства в данных условиях, если оно действительно состоится, приведет к очень серьезным негативным последствиям в России. Поскольку революция прямо сейчас невозможна. Наши товарищи, которые критикуют нас за то, что мы видим положительную составляющую антифашистскую в этих действиях, приводят следующие аргументы, что Россия такая же фашистская страна, как и Украина. Поэтому боюсь, два фашизма и какая разница какой из них победит. Россия фашистская страна, можно говорить о том, что в России фашизм? В идеологии, наверное, элементы фашизма есть. Его можно найти в любой империалистической стране. Но фашистская страна становится тогда, когда фашизм является, приходит к власти, становится политикой самого государства фашистская. Вот если послушать наши официальные каналы, у нас же нет призывов убивать украинцев. Нацизма нету. Наоборот, говорится, что Зеленский это одно, украинский народ это другое. Нету. У нас есть призывы героизации Власова того же? У нас нет. У нас есть попытка сказать, что Советский Союз, Сталин такой же диктатор и Гитлер примерно одно и то же. Нет. Более того, сейчас даже ввели ответственность законодательную за то, что люди будут, если будут приравнивать, уравнивать фашистскую Германию и Советский Союз. За это даже ответственность предусмотрена, потому что введя антифашистскую борьбу или войну, Путин вынужден поневоле делать реверанс в эту сторону. Поэтому здесь аргументы нас не убеждают, наших оппонентов. Мы большинством на плене голосов поддержали доклад, который был представлен Полицовету. единственное отличие наших взглядов, допустим, от взглядов КПРФ и прочих товарищей, в том, что мы видим отрицательную составляющую со стороны, негативную со стороны Путина, который при вводе войск на Украину начал сваливать вину не на капитализм, а на Владимира Ленина, на советскую власть. Здесь брать себе в попутчики фашиста Ленина, какие-то ссылки на него делать, изречения целые, заявил о том, что он сейчас будет показывать настоящую декоммунизацию. Понятно, что под этим он имел в виду немножко другую, но тем не менее все вот эти в комплексе его изречения и вся политика не позволяет нам говорить о том, что Путин это та фигура, которую стоит, вокруг которой мы можем сейчас сплотиться. Он реакционен потенциально. И то, что он делает позитивное, он делает, может быть, отчасти помимо своей воли, защищая свои капиталы, он вынужден, так сказать, подавлять фашизм на Украине, борясь с НАТО, попытаясь вывести российский капитал на новый уровень вывоза, потому что сейчас некуда вывозить, как я говорил, особо. Вот в этом наше отличие. А что делать рабочему классу в данных условиях? Наша партия предлагает следующее, но прежде всего это демократические требования, которые можно выдвигать и нужно выдвигать. Это экономические, и мы это занимаемся, и опять же предлагаем поправки в Трудовой кодекс через тех депутатов, которые сейчас как-то связаны с профсоюзами и с классами. Это снижение пенсионного возраста, это никуда не уходит. Можно требовать и нужно требовать инициализации стратегических отраслей. Понятно, что они остаются в руках совокупного капиталиста, но в случае статистических преобразований это облегчает их обобществление, когда они являются национальным, совокупным, государственным, казенным. Облегчает. Следующее наше требование это реформа избирательной системы, потому что империализм настолько оточил законодательство, что простым трудящимся вход в публичную политику закрыт. Кому это выгодно? Понятно, что эта гегемония, она выгодна прежде всего крупному капиталу и тем оппортунистическим партиям, которые только по названию являются коммунистическими, типа ТПРФ или коммунисты России под управлением Ширайкина. Потом здесь мы требуем реформы для того, чтобы получить возможность выйти на трибуну и проводить ту работу, которую мы проводим всегда, это политическое облегчение существующего строя. Ну и в принципе можно на основе сейчас борьбы с фашизмом выдвинуть лозунг о переводе антифашистской борьбы в борьбу за социализм. Вот такой лозунг на Евгене. Ну и заканчивая выступление, я хочу немножко перефразировать слова Владимира Ильича Ленина. Будет социалистическая революция или не будет, зависит не только от нас, но РГРП свое дело сделает, и она не пропадет никогда. Все. Спасибо. Подступили вас, пожалуйста. Да. как в рамках словами можно сказать? Как в рамках темы нашей лекции как нам оценивать солидарность рабочий профсоюз, который значит повлиял на общественную как говорится ситуацию больше партия не партия мы говорим партия солидарность это партия и партия вроде рабочий профсоюз совершил буржуазный переворот. Дело в том, что да. У нас тоже независимый профсоюз горняков, можно сказать, как к нему относиться, которые требовали автономии своим шахтам, шахтерское движение, которое использовало буржуазия своих интересов. То же самое и здесь. есть рабочие, которые мы которых использовали, есть руководство профсоюза вот этого солидарности. Кстати, его сейчас уже как профсоюза нет в Польше. Он уже деградировал, потому что он выполнил свою, да. А как к нему относился? Как к реакционному движению, которое... вроде рабочее движение, ты понимаешь, выключаетесь. Здесь все, вопрос есть? Значит, рабочее движение... Выступление, так сказать. И политика в рабочем движении разных сил. Рабочее движение можно назвать, если там длиминирует коммунистическая составляющая, прогрессивная, она ведет к улучшению положения рабочего класса, к перспективе и освобождению от эксплуатации. В противном Hospice это нельзя сказать, что это рабочее движение, это использование рабочего движения в реакционных целях, или рабочих. Солидарность это не в Польше, это же не весь рабочий класс Польши, это его часть. В профсоюзе всегда какая-то часть оставит, не может весь оставить, тем более в какой-то в отдельном профсоюзе. Просто это был ударный отряд реакционных сил. К нему так и относиться. К профсоюзу солидарности Ударный отряд реакционных сил, темные слои рабочего класса туда вошли. То есть, вот именно Компартии, коммунистической составляющей, он вот и породил такую ситуацию. Если у вас есть желание выстрелить... Компартия там была просто, она была поражена оппортунизмом, как и у нас в КПСС. Спасибо. Вопросов больше нет, есть записавшиеся на выступление. Виктор Акадьевич Дмитрий, пожалуйста. Напоминаю, до пяти минут у нас много записавшихся. Я думаю, мы поблагодарим Степана Сергеевича, да? Значит, тем более, что тема, она такая необъятная, что с ней вообще справиться. Можно вообще весь учебный год посвятить этой теме, так сказать. Будем обсуждать. Ну, вторую, третью сторону и прочее. Понятно, что партия – это, во-первых, часть класса. А во-вторых, как поэт говорил, это мозг класса, это дело класса, это сила класса. Ну, славу надо еще заработать. Вот эти необходимые признаки, значит, для того, чтобы, если эту славу как-то где-то, да? Поэтому, значит, если это прежде всего мозг, то мозг должен быть здоровый, да? И мозгу не должно быть, значит, элементов шизофрении, ну, и всяких других болезней. Я возвращаюсь памятью к тем временам, когда мы начинали движение еще коммунистической инициативы, да? И здесь сидят много ветеранов. И вот вспомните даже ситуацию в КПСС. Выходил Алексей Алексеевич Сергеев на трибуну 28-го съезда и начинал свою речь. Уважаемые товарищи коммунисты, легальные марксисты, правые и левые социал-демократы и иные члены нашей партии, да? Вот тогда была именно вот эта солянка, которая, да, поэтому это показатель того, что если партия в таком состоянии, вряд ли она, значит, будет работать на позитивное, скорее всего, значит, наоборот, допустит проход регресса, реакции, генерации, что, в принципе, происходило и из-за чего мы с вами начали вместе тогда, значит, бороться за то, чтобы в КПСС попробовать организовать коммунистическое сопротивление. Недаром вот тот пикет, единственный нам среди всяких голубых, желтых, розовых, который стоял на Красной площади в период 28-го съезда, имел лозунг «Евротим, КПСС, коммунистическую партию». И в чём партии мы вот в публицистике часто сравниваем с человеком. Человек для того, чтобы принести пользу обществу, он должен иметь горячее сердце, да, должен иметь светлую голову, чтобы понимать и знать куда чеку. Но этого мало, потому что если нету ещё крепкого скелета и мышц, способных накачивать, то что ты там особенно сделаешь или прочее. Поэтому я бы хотел первые две составляющие допустить в априори, что они у нас есть у всех вместе, потому что, конечно, мы думаем, как жизнь улучшить трудящихся. Конечно, будем считать, что понимаем более-менее основные моменты, несмотря на расхождение и прочее. А вот как дальше двинуться, это вопрос очень сложный, тем более, что мы ведь всегда его рассматриваем в динамике и в реальных условиях, в условиях противодействия. И в этом плане я бы хотел на один аспект обратить внимание, а именно использование разных методов, и в том числе использование элементов парламентаризма и буржуазной демократии. Как для оболонивания людей, так и наоборот для борьбы и тогда, и сегодня, и вообще. Мы не раз разбирали этот вопрос, но, напоминаю просто всем, иногда упрекают движение коммунистической инициативы, что, мол, вы при создании вносили элемент раскола внутрь КПСС, поэтому, так сказать, некоторые дошли до того, что чуть ли не взговали с Горбачевым. Очень важно отметить, что мы, когда начинали, внутри КПСС уже существовал центр контрреволюции. В виде того же идеологического отдела во главе с Яковлевым и в виде межрегиональной депутатской группы, которая координировала всю работу по всей России, в том числе на выборах. А мы вышли вот с этой, так сказать, контригрой, контриннициативой. И вместе с тем нас успешно гасили, в том числе. Вот вспомните тот момент, когда в 90-м году на выборах президента России, да, Ельцин, так сказать, на коне, с шашкой двигается вперед, имеет очень-очень солидную поддержку, надо прямо сказать. И пробуем мы внутри КПРС ФСР оказать сопротивление. На плену МЦК пробуем выдвинуть, выдвинуть товарищей, которые не особо имели шансов тогда на победу, что ли, но хотя бы спасти лицо Компартии, хотя бы заявить позицию, показать, что мы понимаем, куда ведут и к чему это приведет, да. И мы тогда выдвигаем Сергеева Алексея Алексеевича и вице-президентом Альберта Михайловича Макашова. Идут пары, которые движение коммунистической инициативы мы вместе поддержим. И как нас тогда нейтрализовали, помните? Нам ли я намерю с помощью тех, кого прислал там Михаил Сергеевич, и прочее, провели формулировку такую, значит, классную. Центральный комитет Компартии РССР поддерживает все пары, те пары, значит, кандидатов, они в парочке, президент, вице-президент, в числе которых есть коммунисты, ну, члены партии потом. Обформулировка была. И получалось тогда, что у Ельцина вице-президент русской, член партии, коммунист. У Русского он сам член партии и так далее. Даже у Жириновского, значит, вице-президент, забыл его фамилию там, ждание, жевание, что-то такое было. И то член партии. Вот общественное сознание, значит, растворилось, размылось, и линии действительно, ну, коммунистов и партии нету, не показали. Дальше надо отметить, что, ну, мы знаем, значит, буржуазная демократия это форма реализации диктатуры буржуазии и очень устойчива, потому что она оболванивает, внушает надежды на то, что на что-то влияешь как-то чего-то. И мы, значит, пошли на регистрацию партии, в том числе, да, и, значит, в том же 92-м году первые из всех получили регистрацию и участвуя в выборах, значит, имели результат и проводили эту работу. Но именно потому, что она опасна, потому что это именно формирование общественного сознания, без чего невозможно думать о революционном переходе и так далее. Именно поэтому была организована контр-игра, когда создана партия, у которой лимитная революция исчерпана, да, были поставлены заслоны на выборном поле, а дальше лишены регистрации сначала РКРП в 2007 году, а затем и Родфронт лишен регистрации. И выставлены ложные цели, в том числе Сурайкин, ЧПРФ продолжает это дело и прочее. Это я все к тому, что сейчас не понимать, что если мы хотим добиваться прогрессивных изменений, будем считать, что у нас правильное понимание прогрессивного направления, не биться за это поле, есть грубейшая политическая ошибка, просто грубейшая на этих делах. И за эту поляну, за это направление надо всеми силами бороться. Потому что сегодня среди парламентских зарегистрированных нет ни одной организации, которая бы в своих практических, программных, агитационных целях ставила бы задачу организацию борьбу самих трудящихся, самого рабочего класса. А в оценке украинских событий, я думаю, подчеркнем абсолютную правильность вот той мысли, которую Степан Сергеевич проводил, ну и, соответственно, партия, что не столько наша задача предугадывать, как, чего, кто, где, а первая задача – это показывать, что капитализм привел к этим событиям. Заказывали, получили. И российская буржуазия в этом имеет особые заслуги и прочее. И списывать вину на Советский Союз и дедушку Ленина – это не просто неграмотно, а подло, лукаво и прочее. Поэтому на этом надо по максимуму устроить работу, чтобы вывести людей более грамотными, более социалистическими, ориентированными из этих всех событий. Спасибо. Товарищ Смелянис, пожалуйста. Тема сегодняшнего сообщения была роль партии, рабочего класса в прогрессивных преобразованиях общества. Где вы видели, чтобы у Ленина было написано, что роль рабочего класса, партии рабочего класса в прогрессивных преобразованиях общества? Это что, по капитализму, что ли? Роль партии рабочего класса по Ленину в совершении пролетарской революции, в восстановлении политической власти пролетариата, диктатуры пролетариата, Построение социалистического общества. Вы, может, вспомните, что некоторое время тому назад здесь был плакат, растяжка «Да здравствует социалистическая революция». Несколько месяцев тому назад он исчез. Партия переформатировала свои задачи. Как именно цели и задачи партии она вам сегодня рассказала. В перечислении того, как она их конкретизирует, я не буду целый пакет здесь был перечислен, или напомнить, только что были пакетом перечислены, они все повторяют 20 предложений правительству Путина, Зюганова в газете «Правда». Игрушечное предложение. Там даже не говорится об отмене частной собственности как условие того, что было бы сделано, если бы оно могло быть сделано. Игрушки при образовании прогрессивного общества при капитализме. Что Зюганов и что РКРП КПСС. Уместно вспомнить, когда партия получила название «Коммунистическое». Три дня тому назад, 4 апреля, сегодня 7. 7 апреля 1917 года были опубликованы тезисы, а 4 апреля Ленин провозглашает курс на социалистическую революцию. И не просто провозглашает. Партия утверждает этот курс и приступает к его осуществлению. Вот когда партия взяла название «Коммунистическое» и ввела его в свое название. Партия начнула на себя это название 30 лет тому назад, в период свершения контрреволюции в СССР. Правильно сказал докладчик? Неправильно сказал, что вопрос об отношении к событиям на Украине является вопросом мирового свойства. А нас, например, советских людей, интересует вопрос о социалистической революции в ответ на контрреволюцию. Но автор правильно сказал, что корни этого решения вопроса в том, что в СССР сменился капитализм в 1991 году. Совершенно верно, контрреволюция. Значит, на повестку дня выдвинулась все-таки социалистическая революция в ответ на контрреволюцию. Так вот, этот курс снят партией, а Лениным был провозглашен. Таким образом, 30-летнее натянутое на себя название «Коммунистической партии» зря присвоено партии. Она всегда славится на слова Ленина. Мы это дело начали. Какая нация в какое время доведет, какой пролетариат какой страны доведет его до конца, несущественно. Путь открыт, дорога покажена. Ленин произнес эти слова. Спустя 4 года на праздновании Великой социалистической революции «Они это дело сделали, они это дело начали». Какое дело сделали партия РКРП-КПСС, натянувшая на себя название «Коммунистическое» за 30 лет? Впрочем, да, тогда на прощание цитата Ленина, которая уж точно адресована этой партии. Страница 397, том 44. Ленин... На 1115 странице... На 397-й. Не напускай, не надо. Дайте закончить. Ленин просит наркомьюст быть строже к той коммунистической сволочи. Буквальное выражение Ленина, которая калякает и важничает, а работать не умеет. Том 44, страница 397. Спасибо. Товарищ Чижевский. Пожалуйста. Вот нужно, чтобы в наших выступлениях... Повернитесь, пожалуйста. В наших выступлениях больше внимания, хотя бы несколько предложений, уделялось такой важной вещи, как вводить широкие теоретические понятия класс, общество, прогресс до рядовых людей. Допустим, класс, слой, бригада, рядовые люди. И тогда, и вот это вот доведение до конкретики, оно проясняет, что такое хорошо и что такое плохо. Вот война это хорошая или война это плохая. Вот на примере контрреволюционной вот этой истории. Допустим, Эстония, да? Русских объявили вторым сортом. Эстонцы и мировое сообщество. А какое там было отношение между эстонцами и русскими? Русскими вели себя тихо, смирно, и они были, ну, такие, забитые. То же самое в Чечне. Такая была ситуация до резни. Русские были слабые, забитые, а чечне все сильные. Но этого было мало. Их все равно забили. То же самое на Украине. Русские донбассовцы, они что, выступали там против капитализма, против национализма? Нет. Они были тоже забитыми, но все равно, все равно их еще больше и еще дальше начали забивать. И получается, что Российская Федерация, вот этот вот плохой, сто раз белогвардейско-власовский и так далее, режим, строй и режим, он, разумеется, верхнему слою и среднему слою россиян глубоко наплевать на большинство народа, на рабочих, так же, как среднему слою и верхнему слою украинцев, на своих украинцев мелких. Им это не важно, они свои дела делают. Но делая свои дела, подлые свои деньги, они, грызясь между собой, приносят, надо посмотреть, какую конкретную пользу приносят нормальным рядовым людям, донбассовцы. И тогда мы сразу увидим, что хорошее дело делается вот русскими бойцами и поганым руководством. Да, хорошее. Почему? Потому что мы сразу видим, вот живут там донбассовцы, эти десятки тысяч людей, они живут под пулями, под гнетом национализмом. И плохой режим, такой же, менее плохой режим Российской Федерации, делая свои буржуазные дела, он их облегчает им жизнь. Он тысячам людей делает условия менее погаными, менее вредными. Так возникает вопрос, есть в этом польза? И что мы должны поддерживать? Конечно, мы должны поддерживать такую деятельность Гитлера номер два против Гитлера номер один, которое хотя бы тысячам людей делает облегчение. Так как сами мы на сегодняшний день не можем взять свою власть в руки, нас там полтора человека на миллион. Поэтому, значит, мы должны считаться с реальными силами и, ну, скажем, не то чтобы поддерживать, а правильно оценивать ситуацию. И говорить, да, хорошее слово «оккупация» или плохое, или война, хорошее или плохое, мы сразу увидим. Мы смотрим на положение рядовых людей, что вот, допустим, Эстония, да, русских во второй сорт записали. Можно, надо оккупировать Эстонию, надо. И Эстонцев сделать вторым сортам на пять лет. Это будет двойная польза. Первое. Обнаглевший народ, временно обнаглевший народ, он будет одернут. И угнетенный народ, он будет в нормальное положение приведет. То есть доводить теоретические положения до конкретного положения, до людей, рядовых людей, тысяч рядовых людей. И это сразу проясняет теорию. Потому что не поддерживать сегодня боевые действия за донбассовцев, сто раз поганого правительства российского, это плохо. Потому что ты, получается, против рядовых людей выступаешь. Мне неинтересно, какие там наживы делает Путин. И понятное дело, что им, еще раз, им наплевать глубоко верхнему слою на своих рядовых, на чужих рядовых, им это неинтересно. Но нужно смотреть, как рядовые люди будут себе, какие им пользы и какие им не пользы. Спасибо. Я самое вступление остановлюсь на трех моментах. В докладе прозвучал тезис, что партия, коммунистическая партия, это авангар рабочего класса для всех революционных сил, если я правильно написал. Речь идет о капитализме. Сразу вопрос, а какие-то еще остальные революционные силы, кроме рабочего класса? Давайте посмотрим на классы строения капитализма. Кроме рабочего класса есть класс капиталистов, буржуазия, классы противника, класса которого надо не сверкнуть. Третий класс – мелкая буржуазия. Такое положение, она постоянно колеблется. Одной на кое-то, одной, сказать, другой там капиталисты, собственники, на другой части – круженики. Какой они революционный класс? Все, больше никаких классов революционных сил, услуги капитализма нет. Есть служащие, есть интеллигенции, но они классы не представляют. И служат либо классу капиталистов, в большинстве, либо рабочему классу. Поэтому коммунистическая партия – авангард рабочего класса, в состав которой входит и та часть, и те интеллигенции, которые встали на позиции рабочего класса. Это первое. Второе. Совершенно правильный был последователь в докладе, и в докладе Степана Сергеевича, и в том докладе полицавета, на котором вы ссылались, чтобы разобраться в всех речах и текениях современного, в части империалистической мира, надо опираться на ленинскую тюрьму империалита. Совершенно правильно. Я с интересом, даже с удовольствием, прочитал ту часть доклада полицавета, в котором раскрывается место России в империалистической части мира. Кстати, недавно мы обсуждали в этой аудитории эту проблему, но никак у нас не получалось, что Россия – империалистическое государство. И в этом докладе приводятся новые аргументы, новые цифры, факты, которые говорят, говорят, и вывод делается, я цитирую, РФ пока весьма слабый конкурент, не имеется в виду, террористическим, настоящим разбойником Соединенных Штатах Америки, страны ЕС, и в докладе полицавета никак не выходит, что Россия – террористический государство. А у Даши получается, на мой взгляд, любопытная метаморфоза, у меня даже создало впечатление, что остальную часть доклада писал другой человек, который в первой части не знаком был, поскольку там через строчку пишется, что Россия – это уже хищный эмпериалистический государство и прочее, прочее, прочее. Еще раз говорю, товарищи, ведь надо проводить экономический анализ, империализм – это экономическое явление, политическое, прежде всего. А из экономического анализа уже делаются выводы. Ну, здесь получается сами себя противоречить. Третье. По поводу того, что делать рабочему классу. Есть деятельность партии рабочего класса или самого рабочего класса. Конечно, разнообразно. Но есть главная линия. Делается повторить ее, еще в условиях капитализма надо создавать Советы. Они создаются, как органы, забастовочные борьбы. Так вот, если мы посмотрим на то, что произошло несколько лет назад в течение этих последних лет на юго-востоке в Украине, в Аси, в Луганской народной республике, и там часть рабочих, передовой, передовой отряд рабочего класса Донецка-Луганска, и именно шахтюры, организовались, ждали забастовочные комитеты, причем не на одной шах. убили забастовки, нетрадиционно подошли, выходили на поверхность, добились победы. А вот на той части Донбасса, которая находилась под пятой киевского режима, по-моему, ничего не получилось. Устинуло бы условия. Надо было создать восточный комитет и пойти, скажем так, в единство своими ненарушниками. Поэтому та борьба, которую ведет российская буржуальная демократия с американским фашизмом во внешней политике, то есть с американским фашизмом на Украине, она будет способствовать тому, что облегчается борьба рабочего класса. А чем, Крич, нам заниматься? Ячески помогать. Спасибо. Выступления закончились. Вам заключить на слово. Прежде всего, поблагодарить хочу Виктора Аркадьевича. Действительно, он развил мысль, что роль рабочего, партии рабочего класса, она сохраняется на протяжении всего периода до полного коммунизма. Потому что, если партия перестает отвечать своему назначению, то, возможно, когда революционный откат, то, что у нас и произошло в нашей стране. Поэтому это важное, существенное дополнение. Что касается выступления Анны Васильевны, то она опоздала по своему обыкновению, и поэтому ломилась в открытую дверь. В самом начале лекции было сказано, что под прогрессивным мы понимаем революционное преобразование общества. Никак иначе. Поэтому здесь вы просто не не по адресу претензию высказали. Что касается других, что надо революцию объявлять, вы уже несколько раз объявляли всеобщую всероссийскую политическую забастовку, но у вас не вышло. Вы в этом вините почему-то нас в провале своего направления. То же самое сейчас с революцией вы можете объявить, но созрели ли для этого условия. Вопрос. Вы считаете, что да, но объявляйте революцию. Виктор Иванович когда говорил, тезисам и не понравился, что партия рабочего класса и всех революционных сил. Дело в том, что это Владимир Ильич Оленин что делает, написано. Пытается опровергнуть всех революционных сил. Что под этим подразумевал Владимир Ильич? Он пояснил, что партия должна работать со всеми слоями, со всеми классами. На тот момент был крестьянство, союзник рабочего класса. Какое-то. Это мелкая буржуазия была. Остается сейчас мелкая буржуазия. Фермеры мелкие. Буржуазная революция. А мы сейчас говорим о социалистической. Всех революционных сил. Партия. Всех революционных сил. Энгельс. Он представитель такого класса. Он оставался революционной силой. Когда он даже перешел на позиции рабочего класса, Энгельс, но по своему социальному положению он все равно оставался промышленником. Буржуазия. И при этом был революционной силой. Поэтому надо шире смотреть. Есть представители по своему социальному положению принадлежат либо к буржуазии, либо еще к мелкой буржуазии, к интеллигенции. Но те, которые приходят на позицию рабочего класса, помогают партию. Они революционная сила. И партия по Ленинскому посылу должна включать в себя и в том числе этих представителей. Они считают, что только рабочие имеют право голоса, а все остальные должны сидеть на второстепенных ролях. Это тоже неверный подход. Ленин говорил, что да, интеллигенция имеет особенность истерических выходок, плохо подчиняется дисциплине. Все так. И он лично выступал за то, чтобы комитеты состояли в основном из рабочих промышленных. Действительно. Но это не значит, что интеллигенция не должна иметь права решающего голоса. Совсем не следует. И, конечно, чем больше промышленных рабочих, тем прочнее партия. Она более дисциплинированная и более надежная. С этим можно согласиться. Но опять отсюда не следует, что интеллигенцию надо решать или представители других классов лишать права решающего голоса. Что касается есть ли в России империализм или нет. Товарищи говорят, что мы живем в эфиристическое время, но в самой России империализма нет. Мы с этим не согласны. В мире 200 стран. Россия по промышленному производству на шестом месте. Ну, хоть так даже поставить, что нет. Только в пяти странах, которые выше империализма, у остальных нету. В России есть империализм, но возможности вывозить капитал у нее ограничены. Это ее стремление. Более того, американские и страны ЕС увидят, что Россия сильный конкурент в промышленном отношении. Они пытаются ее ослабить. В том числе вооруженным путем. Мы об этом говорим уже. Вот это и есть межимпериалистические противоречия. Одни хотят задавить, а другие хотят наоборот. место расшевелить там себе получше. Чтобы было куда вывозить капитал. Но в этом противоречие. Ну, в принципе, за выступление я благодарен товарищам. Спасибо всем. Спасибо вам. Эта клетка у нас закончилась. Объявление. Встречаемся в следующий четверг. Тема занятия «Соравнительный анализ и перспективы изменения российского забастовочного законодательства». Читает лекцию кандидат медицинских наук Диктор Юш. Встречаемся. Кандидат Кандидат Субтитры создавал DimaTorzok